В Наринмаре откроют профильные классы для лётчиков. На базе первой школы идёт подготовка профориентационного класса. Его планируют открыть с начала нового учебного года. Как рассказала на брифинге руководитель Департамента образования, культуры и спорта Галина Медведева, открытие профильных классов в Ненинском округе даст большие возможности выпускникам и профессиональный кадр региону. Авиационная сфера – одна из ключевых в арктических регионах России. От её состояния и развития зависит комфортность проживания жителей Заполярья. Бесперебойное функционирование авиаотряда – это не только техническая оснащённость. В первую очередь, это кадровый состав. На сегодняшний день есть выбор. Мы стараемся отбирать лучших ребят. Шла замечательная когорта, и видно, что у ребят есть и знания, и умения. Это касается и Омского училища, которое выпускает пилотов на вертолётах, и также самолётных училищ. Да, у нас достаточно возрастной состав, поэтому обновление состава – это и есть то направление в будущее, которое позволит динамично развиваться предприятию. Готовить собственные кадры для окружных предприятий – такова идея профильного лётного класса, который планируют открыть на базе школы номер один. Те, кто силён в математике, физике и обществознании, на уроках узнают, какие специальности можно получить на базе этих предметов. В текущем году мы будем вести очень тесную работу с профилендацией, с нашим андрейборским объединённым авиатредом. То есть мы составим совместный план работы и будем стараться, в общем-то, завлечь нашу молодёжь, 10-ти классников физико-матемического профиля, в будущем работать авиатором. Ну, не только именно лётчиком, потому что лётчик – это профессия такая. А это всё-таки совместные инженера, это широкий профиль работы этой авиомеханики. При условии успешной сдачи ЕГЭ в 2018 году руководство авиаотряда гарантирует выпускникам выделение целевых мест в образовательное учреждение. Сегодня в округе отдаётся предпочтение именно целевому обучению по схеме «школа-учебное заведение-предприятие». Поэтапная подготовка специалистов – это гарантия, что регион будет обеспечен необходимым кадровым составом. Если раньше вузы нам давали, предположим, какое-то количество, например, 10, 20, 30, сколько-то, мы на это искали детей, проводили конкурс для них, и они поступали. Сегодня вузы берут на целевые места, это значит, нужно найти работодателя. То есть заключается договор между работодателем и вот этим абитуриентом, будущим студентом. В 2016 году Департамент образования, культуры и спорта, как работодатель, уже заключил 19 договоров с вузами и выпускниками. Студенты будут обучаться в Северном федеральном арктическом университете, проходить практику и в дальнейшем работать в окружных учреждениях образования. Для обеспечения региона медицинскими кадрами профильный департамент заключил 12 договоров с Северным государственным медицинским университетом. В ближайшие 5-7 лет в учреждения здравоохранения округа приедут педиатры, стоматологи и специалисты лечебного дела. Целевики прошлых лет уже проходят практику в окружной больнице. Я будущий специалист, узкий или терапевт, или хирург, или любой специальности врач, на кого буду учиться, потом впоследствии. Сейчас пока общий, а так хочу врачом-гастроэнтерологом быть. В том же направлении ведут обучение и учреждения среднего и начального профессионального образования. Учебный план формируется в зависимости от материальной технической базы учреждения и востребованности специалистов. Кроме того, каждый студент может получить дополнительную рабочую профессию, которая станет подушкой безопасности на современном рынке труда.